Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кронулы, сегодня мы с вами продолжаем играть в Fallout New Vegas, а следили мы с вами о том, что пришли к братству Стали, нас разделили, вот такое вот у них препятствие, и мы продолжаем играть с вами. Я поговорю с вашим старейшиной, показывай мне дорогу. Ладно, я отведу тебя к нему, пойдем, и не отставай, иначе получишь пулю. Очень, очень, очень зло нас встретили, разделили, просто догола практически, в нижнем белье оставили, и все время угрожает пристрелить, ну что за бред. Тоже мне братство Стали. К чему у них такая конспирация, я не понимаю. В неведении. А вот, видимо, и старейшина. Старейшина Макнамара. Как тебя удалось нас найти? И лучше не говори правду. Меня сюда случайно занесло, и мне попался на глаз ваш патруль, который... А, нет, клянусь, это был несчастный случай. Нет, что ты, ну давай. Появится здесь чудовищный риск для чужаков. К нарушителям я отношусь без малейшего снисхождения. Безопасность этого бункера моя основная забота, и я всячески стараюсь, чтобы снаружи о нас не знали как можно больше людей. Именно поэтому мы не можем быть... Ты мне можешь быть полезен со стороны, как бы выполнять некоторые поручения от самых простых до более интересных. К примеру, мы узнали, что в одной из бункеров наверху пытается обосноваться Рейнджер НКР. Прогони его оттуда, ясно? А почему просто не убить Рейнджера? Да, убить нам не сложно, но иногда можно узнать много важного, наблюдая за людьми, как за союзниками, так и за врагами. Поэтому нам будет интересно наблюдать твой подход к ситуации. Очень много скажет нам о том, какой ты, друг или враг. Мы хорошо поняли друг друга? Ну и у меня же нет выбора, я, конечно, могу сказать, что я не убить с НКР. Хорошо, мне будет интересно посмотреть, насколько тщательно и эффективно ты выполнишь задание. Палатин Рамос проводит тебя к выходу из бункера и там выпустит. Отметь, что я сказал выпустит, а не отпустит. И если ты вынесешь тайну местонахождение этого бункера за пределы Хитон Вэлли, я пока не решу, что тебе можно доверять. Ага. Чтобы подчеркнуть всю серьезность нашего предупреждения, найти ванны Диан Тошеникс из брусчаткой. Отойдешь слишком далеко, и он взорвется. Выполнишь задание, и все будет в порядке. Зашибись, еще я шейник нацепили. Ублюдки. Я, теперь, твое снаряжение в сундуке справа от тебя. Я не возвращаюсь, пока не добраешься с рейнджером. Вы уебки, оказывается. Я-то думал, вы нормальные. Все, да? Все. Так, я голенький, да? Зашибись. Еще с ошейником. Как писать просто. А, ладно. Кожаную проню пока оставим. Ошейник мы, к сожалению, снять с себя не сможем. Так, ну что? Мои хот-кей сбились, гребаные ублюдки. Сбили мне хот-кей. Ну, в принципе, Марии мне пока хватает. Сполна. С ней пока и походим. Ну, в этом есть ведь и плюсы. Если мы будем дружить с братством Стали, в конце концов, нам дадут какие-нибудь брюшки типа брони. Возможно, их не рано или поздно. Задание. В неведении. Разберитесь с рейнджером НКР, обосновавшимся в одном из бункеров Хиденфелли. Кто это у нас тут обосновался? Боятся они за свое... За себя вообще, в принципе, за свое братство. Почему они прячутся, я не понимаю. Кто за ними охотится, самое главное. Кому они нужны. И кому это они отпор дать не могут, если у них... Так, ребят, в общем, я внезапно программа решила перестать работать. То есть игра, она такая типа... А чё бы мне не перестать внезапно работать? И такая... Ммм, да, возьму-ка-то я и вылечу. И так она и сделала, в принципе. Ладно, продолжаем играть с вами. Бывает у меня такое, я не знаю, в чем дело. Компьютер, видимо, совсем уже плохо с ним. Пора уже сносить винду. Давно уже я ее держу. У меня уже все просто ужасно. Ну, ладно. Ладно, продолжаем, продолжаем. В общем, как и остался тот самый вопрос. А какого черта братство стали боится всех? Кто им угрожает? Кто может им угрожать? Кого они могут бояться? Ведь это сталь. Братство стали. Самая, наверное, сильная броня, которая здесь есть вообще. Я, конечно, могу сомневаться. Не считая DLC. Мне кажется, у братства стали самые топовые брони. У них самое топовое энергооружие, которое я не люблю. Я не люблю эти оружие, кстати, в пуколке, которые пхи-пхи-пхи-пхи, как стрелять в чем-то непонятном. Идем с вами разбираться с рейнджером. Сейчас найдем этого чертового рейнджера, который здесь обосновался. И нам сказали, типа, они хотят узнать, как я делаю задание, блядь, с ошейником, как псина. Опа! Это кто тут у нас сидит? Это ты, что ли, рейнджер? Может, ты снимешь с меня ошейник? Мимо меня не проскользнуть пытаешься, каторжная морда. Будешь тыкать меня пушкой, я тебе ее в задницу затыкаю. Ха! Тут половлю уголовников, попробую рацию починить. Неужели никто не знает, что это здесь? Это нормально, рейнджеры почти всегда работают в одиночку. И нам это нравится. Обычно мы сообщаем своим координатам в Маккарн, чтобы она передала другим рейнджерам. Но как я могу за себя постоять? Я уж точно буду за себя нервы с какой-то сломаной рации. Правда, если я ее починю, то придется раньше уходить. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ребятки, никто не знает, что он здесь. Он здесь один. Мне пора. Знаешь что? Я заберу твою броню просто потому, что мне нужно чем-то заменить свою. Ты идеально подходишь. Ой, какая у него броня? Слушайте, надо что-то посерьезнее. Просто так его не взять. Что у нас есть? Альтернативу какую-нибудь. Пистолет, пулемет, дробовик. Слишком слабо. Обрез, УВС. Блядь, обрез сильный. Да, слушайте, обрез вообще неплох. Так. Держи. О, блядь. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. В общем, рейнджер не сказать бы, что он такой простенький и взять его нечем. Кстати, этот хрень у меня пикает. Ладно, поговорим с ним. Я хотел забрать его, оказывается это не так просто. Ну хорошо. Привет. Есть какая-то причина, чтобы снова мне надо есть? Мне кажется, это ненадежное место для укрытия. Да, а какое же место подходит лучше, по твоему мнению? Сюда пару раз в месяц заходят подровняки. И тебе это доводилось вид собственными глазами? Черт, я знал, что это банда куч... Кука всегда бывает в этих местах, но не знал, что они прячутся тут. Неприятно было бы простуться, обнаружить на своем спальнике полтора десятка этих мерзавцев. Да, лучше я устрою засаду на другой из дорог. Попробую ловить оставших. Спасибо за информацию, за спасение моей жизни. Ну, блядь, я бы тебя убил на самом деле. Но, к сожалению, придется так. Возвращайтесь к старейшинам Аккарне и известите его о том, что вы справились с рейнджером. И пошел он в сторону того же самого бункера. Идеально. Ладно, задание-то выполнено. Моя броня не такая себе, как я понял. Черт. Забрать бы этого рейнджера. Пушки у меня деревовые. Мне, конечно, есть тот гранатомет, который, блядь, но я боюсь убить его. По-моему, это бронь плохо, хорошо так дамажит. Ну, черт вас. Да ладно, все это, в принципе, пофиг. Мы сделали свою задачу. Ну, и, в принципе, хватит нам этого. Рейнджера, рейнджера, не рейнджера. Какая разница? А что еще я мог сделать? Жалко, третьего не было. Типа, пойти к НКРовцам, рассказать, что здесь братство стали, что меня, типа, заковали в ошейник. Приходите, раздайте им лилей, а потом мы заходим сюда с НКРовцами, выбиваем все братство стали. Естественно, потери с нашей стороны будет больше, потому что у них ебаная сталь вместо брони. Ну, такого здесь нету. И никаких заданий выполнять за этих ублюд, которые отдельно меня шейник. Напоминаю вам, не нужно будет. Честно, я расскажу, сложи всю свою бронь. Очень сложный. Привет. Отойдя от двери, старичный не торопится выслушать твой отчет. Да-да-да-да, понял. Я выполнил для вас задание. Двери, Хидден Вэлли, бункер, Элотин. А почему я, кстати, за броню захожу? Теперь, типа, мне можно? Я ведь со всем своим захожу. Ну, мне, конечно, все мое такое себе. Я бы не сказал, что я топовый. Привет. И как решили проблему с Рейджером? Рейджер не проблема, он ушел. Ушел? Почему он ушел? Я почему-то думал, что он не вернется. Мне удалось его убедить, что он здесь оставаться опаснее. Да, у тебя отлично получилось сыграть на его страхе перед подрывниками. Видишь ли, я в вашейник встроил микрофон. Это часть испытания. Он будет держаться на стороже, расторвать ловушки и даже не заподозрить, что тут скрывается нечто посерьезнее, чем обычные бандиты. Сыграно как по нотам. И раз уж задание выполнено, я ее тебе за разрешение проходить и уходить из бундера, когда ты пожелаешь. Давай с ними, мошенник. Господи, слава богу. Ну вот, надеюсь, так лучше. Теперь, когда мы во всем неприятности... Мы покончили, я хотел бы кое-что с тобой обсудить. Зайдя в зал управления, когда... Заходи в зал управления, когда сможешь. Ты... Заходи в общем в зал, со мной поболтаешь, все дела выполнены. Поговорите со старейшинами о командном пункере. Давай поболтаем. Йоу, ребятки, привет. Харден обязан на карте жизни, поэтому он не бросит ему вызов в открытую. В принципе, поработать с заданием по выполнению для братства стали, я не против. Добрый, очень добрый вечер. Ты, блядь, убить меня хотел. Какая у тебя, блядь, пушка? Пушка-то какая? Бутылочная крышка. Шлем можно силовой скоммунячить. А как... Каков шанс, интересно? Так, меня обнаружили. Меня обнаружили. Меня обнаружили. Меня обнаружили. А где меня не обнаружат? Меня везде видят, что ли? Глаза везде просто. Ну, хорошо, ничего, стащите отсюда не смогу. Да мне, в принципе, пока и не хотелось бы. Силовую броню, наверное, надо еще научиться носить, как это было во втором или третьем фоллауте. Я уж. Добрый вечер. Добрый. А сейчас поболтаем со старейши. Наверное, он даст нам что-нибудь интересное. Задание какое-то... Йоу, куда я пошел? Ага. Хочет поболтать именно в зале, так что здесь, типа, нельзя. Сколько у них всяких ходов? Ты куда бежишь, что? Разведброня, по-моему, это была только что, которую я видел там. О чем-то лично хочется со мной поговорить, старейшина. Ну, черт. Получить силовую броню, на самом деле, было бы неплохо. Я бы поносил даже тяжелую, чтобы быть вообще защитным. Йоу, такой у брони. Крутой парень. Так. Дверцу. Открыли. Красиво, у вас дверца открывается, ничего не скажешь. У вас все на высшем уровне. Привет. Наш долг хранить достижения прошлого. А вы неплохие. Старейшина, когда мы впервые увидели тебя на пороге, скажи честно, я не знал, что и подумать. Однако, поразмыслив, я решил, что человек со стороны сейчас очень может оказаться очень полезным. Тем не менее, я не стану преждать тебе нам помогать. Если откажешься, можешь спокойно уйти. Хотя мы будем присматривать за тобой. Что скажешь, чужак? Ты хочешь нам помочь? Давай. Тогда позволь мне прояснить ситуацию. Этот бункер сейчас закрыт на вход и на выход. Для тебя сделаны исключения. В особых случаях, если эта жизнь необходима для изучения местности и добычи оборудования, мы посылаем спецгруппы. Три таких группы недавно пропали. Не об их исчезновении пока не сообщали. Нам не вызвать не нужно. Чтобы в бункер не возникало беспокоя, здесь требование снять блокаду, мне нужно, чтобы кто-то выяснил судьбу этих групп. Я немедленно начну поиски. Я рад, что могу рассчитывать на тебя. Да еще и одной из наших патрулей была голографическая запись с описанием задания. И в этих дисках есть передатчики. Щиты-бункеры не позволяют защитить их отсюда, но когда ты выберешься на поверхность, у тебя будет на карте... Ну, у тебя на карте появятся метки. Если наши худшие опасения избылись, то принеси их сюда. Принеси наши три голодиска. Если нет, то верни наших братьев домой. Я дал приказ, чтобы тебе открыли доступ к снаряжению разведчиков, которые собрали патрули за эти годы. А, запрещенное снаряжение ты купить не сможешь, но я надеюсь, что там найдется что-нибудь полезное. А где у вас эта штука тогда? На братство стали я не прочь. А, стойте, мне сонится заходить. Дверь-то красная, подсвеченная. Найдите пропавший тазов, братство стали, посылай на блэк, то будьте блэк графически. Ну что ж, насчет самого братства стали. Что, ты у нас залетная птичка, которая нам может уходить куда вздумается? Что ж, отчаянное время требует отчаянных мер. Я Хадринст, я старейший наплазин. Этого отделения. Мне кажется, мы можем быть полезны друг другу. Не знаю, о чем там говорили со старейшиной, но лично я могу сказать тебе, что у нас проблемы. Именно он тому виной. Ты хочешь слушать, что я скажу? А с чего мне тебе доверять? С чего тебе доверять старейшине? Советую слушать нас обоих, а потом решишь, кто достанет. Так что, ты будешь меня слушать? Нет. Но если придумаешь, то иди мне. Ты пошел, ты. Ты, блядь, убить меня хотел. Я тебя больше слушать вообще не буду. Что бы ты там ни хотел мне сказать. Так, насчет братства стали, ребят. Давайте немножечко по временем заданиям братства стали и займемся сейчас другими заданиями. Ну, то есть сначала мы разберемся с ханствами, а потом уже перейдем непосредственно плотненько к братству стали. Вот, а сейчас мы займемся заданием, которое все-таки связано с Синнифегасом. Сразу выполним их, а потом уже, да, я уже, как я уже и сказал. Так, здрасте. Сундук. Вас обнаружили? Ёп твою мать. А вот здесь крышечки? Обнаружили. Блядь, а каким образом меня можно не увидеть, я не понимаю. Я настолько плохо прокачал свою незаметность, что меня видно везде, что ли? Поэтому я везде такой заметный. Ну, то есть у меня скрытность плохо прокачана, поэтому меня все видят. Вообще все, все, кто хочет. Ну, хорошо, теперь мы можем входить и уходить. Братства стали далеко не уебки. Ну, конечно, там есть парочка, но, типа, в целом довольно неплохое это братство, поэтому оно будет естественно. Мы его игнорируем. Ему стрип на Вегас, то есть путь открыт. Ведь они очень плохо с нами обошлись. Но они не хотят ничем править, то есть они сами по себе, и это очень классно, что они как бы сами по себе. Так, тут же недалеко у нас... Так, задание какого меня стоит, надо поменять его. Сейчас мы разбираемся со всеми том. Так, убейте. Кесареву кесаря. Дополнительно идите секретный бункер Мистера Халса. Запретная под крепостью легенеров на Фротекс Халме. Сообщите мою сую... Вот. Теперь мы продвигаемся с вами вот сюда. Каньон Ред Рог. Мы сейчас будем выпиливать всех ханов по возможности. Посмотрим, насколько они сильны. Если я смогу их отсилить, осилить. И они не будут мне... Ну, то есть, они будут для меня нейтралами. Я туда приду, они такие... О-о-о, привет! Я такой, а-а-а, привет! И просто убью всех. По возможности, конечно. А если они будут сильнее меня, мне придется типа что-то делать с ними. Либо, что, не знаю, придется, видимо, игнорировать. Но я, конечно, очень не хочу, чтобы что-нибудь такое было. И я хочу убить. Хочу крови. Маленькие рад-скорпиончики рвутся ко мне просто. Ох, а их много. Отлично, слоумо. И в них ничего нет. А нет, в некоторых есть. В одном из четверых. Здорово. Так, держим свой путь дорогу. Мы вот в ту сторону, туда мы будем двигаться. Быстрого перемещения у нас нету. Ближайшего оттуда. Хотя, в принципе, можно было бы, наверное, не отхять знаково. Почти одинаково. Так что можем прямо так напрямую пройти. Противника будет много. Займемся передвижением. Передвижением на этой серии мы будем много ходить. Ну и ладно. Бам. Оторвал. Железу ему. Ублюдку. Все-таки игра довольно растянулась. Под конец, я думал, игра будет довольно быстрая. Но, как вы видите, как-то все повернулось, завертелось. Это, блядь, что там сейчас упало? Сейвнемся. Какой-то огромный зверь там лежит. Мне кажется, может, это из-за... Ох, ёпт. Это ж кокоть смерти, да? Да, слушайте, я вспомнил его. Нет. А вот нет. Молодой кокоть смерти. Какой он бронячий. А какой я косой? Так. Твое мертвые, один здесь, значит, ходит. Опасность. В таком случае мне нужно будет это место обойти как-то. Canyon Road Rock. Или мне прям надо будет идти по... Блядь, а что ты там делаешь, скажи мне? Ну, в случае чего я могу забраться на камень, правильно? А у него мозгов не хватит. Там еще человек убитый. Подрывник, что ли, или кто-то? Может, рабочий? Ага, я понял тебя. Все, я в домике. Ну, давай, в принципе, у меня патронов много, поиграемся с тобой. Давай где-то там. Тихо-тихо, тихо! Тихо-тихо! Сука. Довольно интересно. Битл. Я с испугой все понажевал. О, боже мой. Так. Нахуй, это все. Пойдемте отсюда. Надеюсь, он мне не догонит. И не пойдет за мной. Обойдем все это место. Блядь, еще один. Ой, блядь, он догонит меня, ребята. Ой, догонит. Ой, догонит. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ладно. Значит, нам нужно еще один там догонял меня. Ха-ха, что-то надо с этим делать срочно. Что там насчет гранатомета? У меня что-то был с 40-сорока миллиметровый. Или как правильно говорить-то. Где это у нас? 40 миллиметров гранатомет. 0 из 0. Ммм, как сильно. Так, обрез. Мне ничего, ничего из того, что у меня есть, не даст им хороший отпор. Ну, даже вот моя рука, допустим. Хотя она его очень сильно бьет. Но это, наверное, не спасет. Далеко не спасет. Так. Как я сюда пришел? Как мне отсюда теперь уйти? Давайте сейфнемся, иду, будем думать. Он меня видит в любом случае. Вот я спускаюсь и иду назад. Точно так же, как и пришел. Забил, нет? Нихуя не забил, бежит. Надо найти что-то очень быстро. Надо какой-то камень поближе, который ко мне будет. Но он, блядь, бежит за мной. Беги, беги. Так, вот допустим вот этот. Чертов, блядь, коготь смерти. Название у тебя очень классное. Все-таки они умеют лазить по камням, но не всегда у них это получается. Привет. Отвали, пожалуйста, от меня. Я не хочу с тобой драться. Давай ты уйдешь куда-нибудь. А, ну в принципе, ты и здесь можешь. Ну, ну стоит. Ну, 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 мы же играли с тобой. Вот теперь я хочу твоей крови. Такой повернулся пафосно. давай я спустился мужа ну куда ты когать ути-пути так для себя убежать не успею сейчас если буду стоять так тогда будет надо быстрее делать все это дело давай ты на кого говно собачий решил напрыгнуть отлично есть 50 опыта на самом деле ты не стоишь своего крови слишком слишком много патрон я трачу на тебя и ты еще ничего не даешь после этого у тебя нафиг так еще один кого смерти будет внизу совсем недалеко здесь и нужно будет сделать с ним еще как-то его пройти где он тут ага вижу тебя осторожно он меня пока не видит но это бесполезно ну что ты сделаешь я могу сказать что ты ничего не сможешь сделать а что ты скажешь на это надо быстро куда не за спрятаться он тут внизу я вижу критическое замечать его не падай просто в спины ему сажаю ему хорошо похоже он знает как до меня добраться нет не знает но вернись я почти упал тихо-тихо-тихо-тихо-тихо даже в отсе очень быстрый хотя вас замедляет нет а вот нет тебе придется блять вот теперь вот и вот я дурак ой дурак мне пиздой как страшно фрикать что делать когти смерти это неправильно делать таки их настолько сильными так мы можем в принципе не вступая в бой с тем обойти все все на свете он ведь не заметит меня если я не увижу осторожно нет он уже что-то подозревает нужно взять очень сильно получается чтобы он меня не нашел херти как те смерти я его не вижу но вас мой в мои приборы все еще говорят мне быть то что меня за засеклеет как бы как бы засекли как бы не засекли как бы подставлять все бежит где неизвестно он бежит я вы не слышу если честно рад таракан паху ой вот этот маленькая хрень не за мной шла меня из-за этого сказали то что я в опасности похоже да нет блять бежит за мной он вида гонит вот ведь может вот такой страшный мульти пути как ты задрал меня что я тебе сделал отпусти меня очень очень страшный давай не будем искушать судьбу и ты не будешь так прыгать на меня достанет видеть он ведь достал кстати так можно мечтать от чем чем-нибудь похилиться вот вот этим вот этим вот этим достаточно сейв вроде тупит это хорошо тихо достанет час достать об мимо самое время тебе умереть как не считаешь ух ё-моё почти убил нет я подходить не буду близко больше да 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 уйду какой страшный не давать все-таки не будем ты не будешь меня пить через текстура я не буду делать ошибки как тебе такое все кончилось у меня оружие что мне еще есть еще мне есть в армян там винтовка и поиздеваемся не ладно не буду так обоимов и ты все еще стоишь еще обоим а он все еще стоит что у меня еще есть стали с глушителем ну магнум остался последний блиц блиц ну давай магнум четвертая попытка есть это стоит своего это стоит всего 50 опыта это так мало на самом деле какой жесткий и как за него мало дают это просто что-то готовый обед три штуки все больше нечем хилятся нужно срочно срочно нужен торговец а еще мне нужно где-то больше нет так если что я отсюда буду действует то есть сейвимся отсюда и вот отсюда уже будем двигаться потом так больше нет этих тварей я не знаю какого черта они сделают потратил на них все просто все что у меня было броня наверно капец как поранилась поломалась об них об этих тварей если здесь таких еще больше гуляй да я вообще не знаю целых две штуки попалась ладно справились прыгает он конечно вообще еще один блядь ебанись целый плит это конец по 2 при там 34 где-то штуки это надо двигаться с другой точки все однозначно туда двигаться не нужно это как мертвая зона дайте мне карту откуда я могу двигаться по 2 от северных ворот с 3 подвинемся по он даже ближе будет кто это придумал вообще да довольно жестко жестко все очень жестко так северного рода откуда нам лучше нужно выйти вот сюда получается так ворота нет нет и не то куда я двигался вот сюда и двигался это же выведет меня другую часть ай короче от фермы с дольщиков пойдем к черту этот этот стрип столько путей всяких и не все нарисованы не все написано видимо поэтому то что это сейчас будущее выбираться лучше от фермы с дольщик кстати из дольщики у вас же мне важно войти видимо можно кто вас тут торгует потому что мне очень нужно купить орган еще работу нет что здесь происходит мы на урожай не больно хорошо мне кажется станции вашим станции другой раз до свидания не хочу никакие задания от вас брать нос нафиг мне нужен либо торгует либо никто я пошел так я пойду так вот мой моя дорога находится вот там вот туда я иду сейчас мы это обойдем все тело пойдем дальше там я надеюсь как те уже не будет черт как почему они такие тяжелые такие потные такие когти смерти действительно раз-два и все тебе нет как хочешь так все правильно двигаемся на в ту сторону опять каньоны везде они срез наводятся эти ковы к когти смерти раньше помню было определенное место где они водились надеюсь это так а так так и до сих пор сделали то есть какое-то определенное место где они есть и все больше таких мест нет нигде иначе это больно очень больно с ними драться но быть просто я не знаю кем ки киим извращаться чтобы вступать в контакт с ними все время действительно неприятно долгая дорога все таки нас ждет еще вот еще хочу сказать еще будем долго добираться до тут выдавил эти глоток из вашей фляжки фляжка еще не надо стимуляторами всякими закупиться не ничего ничего за собой нету оружием мало всем а по торговец брай с браминами иди сюда и у кто из вас торговец торговец красного каравана не отвлекай меня пожалуйста но почему торговать нельзя ладно вам же хуже так только что посмотрел карту и сбился сразу же сходу так все в ту сторону хватит эти заглядывать карту я заглядывать потому что сбиваюсь вот а почему задание кстати не подсвечена я не понимаю вот задание показывает туда на типом утра не может попасть чё там только что открыли кстати странно вот как по задание есть но как он как бы не показывается очень много там задание чертозно и чебли подожди ну а как это как это так там задание здесь нет ладно хрен с ним будем двигаться как мы можем потом нашим нужно будет все доложить нашему компьютеру нашему другу новому который будет во главе но он будет как бы во главе а я буду им управлять и вот как бы странно все это как-то блять блять так что-то взорвалось но мы на это не наступили хоть на что-то мы не наступили там кто у нас никого надо быть чаще под ноги смотреть потравмировал себя просто как не знаю кто никого нету вот все нормально довольно спокойно на здешних улицах все 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 в спокойно все хорошо мы двигаемся с вами это гонечки а там люди есть и противник черт какой-то черт у меня пушка какая-то не буду никуда ни с кем ввязываться пока не в какие драки у меня нет на это никаких сил и похоже что с великими ханами подраться не было но посмотри насколько они будут сильными с теми которым сражался я не сказал что они были сильными которые были ну который с нк ровцами знаете стычка же было типа освободите заложников а потом увейте их так red rock я похоже понимаю почему каньон называется red rock это типа такой местный юморок сколько чертей похоже меня заметили да отлично у нас с вами драка с чертями ну давайте чем-то кидает что из меня летит осколочная граната неплохо ну стреляй отлично они какие-то странные а что это вы такие черные все ой да и не сильные особо но у меня просто жизни мало поэтому поэтому все плохо ой 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 все яс и я должен бежать отсюда не срочно нужно где-то ох чем они уходим быстрее быстрее но почему он ждет удара а потом бьет отлично сгорел шикарно так а изваться выйти ты не хочешь я сейчас сдохну из-за того что нам нужно где-то закупиться если нам надо убежать еще успеть от них потому что это все это конец драться и отлично гранаты долетел до места назначения по-моему и своего убили надо бежать как можно скорее какие-нибудь воротами оттуда же играть потому что сейчас сейчас у нас ничего не получится видите там летит в нас штаб-квартира sunset сапаре со спарилы 10 уровня только кстати может меня выкачаться немножко что не знаю так а здесь никого не до еще надо бежать получается черт подери вот ведь весело то да это будет что-то ребят давайте что ли закончится на этом серию раз у нас так не двигается еще надеюсь серия будет довольно нормальной потому что я на самом деле даже устал уже немножечко снимать уставшие давайте закончим эту серию продолжим с вами же в следующий раз с вами был кромла если вам понравилась эта серия вы хотите продолжение но обязательно конечно же будет с вами был крому всем ребят удачи и всем пока не забывайте подписываться на меня ебан ко мне как Продолжение следует...